Особое мнение на 101FM Безусловно, я уже выразился по поводу смены нашего потенциального губернатора. Я уверен, что прежний руководитель региона Игорь Васильев за пять лет особо ничем не отметился. Его заслуги перед нашим регионом я бы не стал преувеличивать, потому что нет как таковых результатов ни экономических, ни социально-политических. Все те достижения, которые он лично сам перечислял в результате своей работы, они относятся больше все-таки к федеральным деньгам, к федеральным проектам. И приписывать их в качестве собственной заслуги я бы не стал, не рекомендовал. Поэтому приход любого нового человека в наш регион вызывает определенный оптимизм у любой политической силы, у жителей региона. Поэтому я безусловно уверен, что приход в Рио-Соколова на сегодняшний день тоже вызывает определенные надежды у населения Кировской области. Все ждут каких-то прорывов с точки зрения социально-экономического развития региона и, безусловно, с точки зрения политического развития региона. Потому что давайте не будем забывать, что за прошедшие пять лет политическая жизнь Кировской области, можно сказать, полуостановилась. Не было переговоров с политическими партиями, не было достигнуто за эти пять-шесть лет никакого политического консенсуса на местах. Мы видим, какие были раздраи в стенах ЗАГС-собрания, в Кировской городской думе. Но эти раздраи не должны появляться, они должны выходить в рамках межполитической дискуссии. Подождите, что вы имеете в виду, не должны появляться? То есть они под ковром где-то должны происходить? Я не говорю о том, что под ковром, я говорю, что они вообще не должны появляться. Потому что дискуссия, она лишь проявление недоговоренностей и недовысказыванностей. Потому что то, что мы видели, это говорит только о том, что никто из региональной власти не садился за стол переговоров со всеми представителями политических партий, политических движений и так далее. То есть не было какого-то обсуждения изначально, и это выливалось в проблемную ситуацию? Которые не приводили к какому-либо результату. Вот ключевой. Благоприятному для Кировчен. Вот я об этом и говорю. А в этой ситуации господин Соколов долгое время занимался внутренней политикой в соседнем, очень похожем с нами регионе в Костромской области. И он долгое время вел политические переговоры, дискуссии с представителями всех политических партий, выходил на политические консенсусы в своем регионе. И насколько мне известно, у меня очень много контрагентов, скажем так, в Костромской области, которые достаточно позитивно говорят о его политической деятельности. Я надеюсь, что в наш регион он привнесет то же самое, что было у наших соседей. Оживляш? Оживляш. Политический оживляш. Ну и, безусловно, все жители Кировской области ждут социально-экономического развития нашего региона, что, безусловно, в современных условиях является ключевым, самым важным. От того, какой будет экономика нашего региона, зависит все остальное. И социальная сфера, и психологический климат, и городская среда, и так далее. Поэтому, безусловно, в Рио Соколов должен, прежде всего, сформировать грамотную и эффективную команду управленцев, которые будут заниматься социально-экономическими вопросами и проблемами региона. И будут это делать гораздо более эффективно, чем делает, скажем так, нынешняя команда господина Васильева. Я уверен, убежден, что те люди, которые представлены сейчас в сером доме, долго не задержатся в своих креслах. Ну, смотрите, Алексей, в Рио уже сказал, что резких кадровых решений принимать не будет. И я вообще, честно говоря, не уверена, что их возможно принимать до сентябрьских выборов. И там, условно, вот ухода этой приставки в Рио, да, если она уйдет, потому что выборы же все-таки. Все-таки выборы, да. Но вы считаете, что обновление команды, оно необходимо? Оно жизненно необходимо нашему региону, потому что те социально-экономические показатели, которые достигнуты за этот, скажем так, пятилетний период, они не вызывают восхищения, не вызывают удивления и говорят только о стагнации экономического развития региона. Без экономического рывка, без эффективного управления экономическими процессами в нашей Кировской области будет еще большая стагнация и деградация. Вам как кажется, все-таки новый в Рио будет опираться на кадры, когда, собственно, выборы состоятся, да, если он будет избран, будет опираться на кадры местные или будет опираться на кадры приезжие? Потому что Мария Бутина, депутат Государственной Думы, анонсировала по итогам встречи с Александром Соколовым, да, что решили совместно отбирать лучших из лучших со всей России для работы в регионе. Талантов у нас много, лучшие будут работать на вятке. Ну, достаточно смелое предположение. Я не думаю, что лучшие из лучших, которые находятся в стране с точки зрения там управленцев, жаждут, спят и видят, жаждут оказаться в чиновничьем кабинете в Кировской области. А почему нет? И развивать этот не самый оптимистичный регион. Почему нет? Потому что опыт подобных экспериментов, когда сюда приезжала команда Шапито из всех висей и окраин, уже такие эксперименты были и при губернаторе Белых, и при губернаторе Васильеве. И чем это все закончилось? Там не факт, что приезжали лучшие из лучших. И чем все это закончилось, мы все прекрасно видим. Большинство из них в полубегах, одни на скамьях подсудимых, другие непонятно в каких креслах оказались и так далее. Поэтому ничем хорошим такие эксперименты особо не заканчиваются, потому что уговорить эффективного толкового менеджера, получающего там зарплату миллион двести в месяц в Москве, будучи топ-менеджером какого-нибудь там госкомпании или госструктуры, переехать в Кировскую область на должность заместителя губернатора или там заместителя председателя правительства с выполнением конкретных обязанностей, с конкретной ответственностью, с зарплатой в 120 тысяч рублей. Ну, знаете, дело такое сомнительное. И если даже человек соглашается на такие понижения, на такие личные упущения, упущенные возможности, то это заставляет задуматься, действительно ли за благими намерениями этот человек приехал в наш регион. Поэтому вот эти все команды Шапиту, собранные со всей страны, обычно эффективности они нам не преподносят. Поэтому мне кажется, что больший акцент должен быть сделан на местных управленцев, на знающих специфику, на региональную проблематику, на способных принимать решения, которых знают в регионе, на которых могут показать пальцем и сказать, вот этот Коля, я его знаю, он там толковый управленец, он поднял наш завод с колен. И наш завод там выполняет все экономические показатели и будет также эффективно работать в сером доме. Вот мне кажется, что команда должна формироваться по признаку эффективности, а не по признаку местопрописки. А есть в Кировской области люди, которые готовы пойти условно с места заместителя директора завода в серый дом работать? Да, я думаю, что я убежден в этом, что такие люди есть, такие толковые управленцы есть, и они, безусловно, не стоят в очередь, но если кинуть клич... Но вы же сами сказали, что ответственность очень большая. Если кинуть клич, если обратиться к этим людям, попросить на благо развития Кировской области, действительно, вот заявить о таких высокопарных словах, то я думаю, что такие люди найдутся, и такая команда будет сформирована. По вашему мнению, примерно на сколько, если мы в процентах там посмотрим, нужно обновлять правительство? Процентов на 70 это минимум. Должны ли это быть люди молодые, или возраст здесь не важен? Возраст здесь не важен. Здесь важна эффективность, образование, ответственность, узнаваемость и степень принятия решений. Первые шаги, которые сделал Рио, мы видим, ну вот публичные, по крайней мере, да. Во-первых, он завел телеграм-канал и обратился к жителям региона с просьбой писать в комментариях там те проблемы, которые есть у них непосредственно в их населенном пункте. Мы видели, что там за первые дни фактически на телеграм-канал подписалось порядка 8 тысяч человек, наверное, сейчас уже даже больше. Комментариев накидали очень много, комментарии стандартные. Кстати, тут дороги, там медицина, значит, образование, школ не хватает, еще чего-то. Мы видим, что Александр Соколов посетил, по-моему, Коневский рынок, да, прошелся по городу и уже дал первое распоряжение заасфальтировать двор на Московской 1 возле Вечного Огня. Ну, вот я почему-то вспоминаю, у меня дежавю, я вспоминаю губернатора Васильева, который ходил по сугробам, да, вот было это такое, тогда зима была, это было после, ну, спустя какое-то время после того, как он здесь появился, он же в июле сюда был направлен, да, 16-го года. Ну, вот тем не менее, вот не выльется ли это все опять в какую-то, ну, не знаю, декорацию? Ну, если честно, у меня тоже произошло пиар дежавю руководителя региона. Вы же знаете прекрасно, что в современной российской действительности чиновники подобного уровня, ну, высшее должностное лицо в регионе, они не самостоятельно принимают решение все, что касается своего собственного пиара. Публичные какие-то действия, да? Каким-то орготделом там и так далее. И, безусловно, руководители подобного уровня, их вводят за ручку подобным учреждениям, по поликлиникам, по паркам. Еще учитывая, что человек-то новый, да, в городе. Ну, и, безусловно, по паркам, по коневским рынкам и так далее, их вводят за ручку, что вот, пожалуйста, вот вам посетите этот объект, посетите этот объект, сделайте здесь пару фотографий, сделайте здесь несколько интервью и так далее. И, безусловно, в Рео губернатор доверился действующей команде пиарщиков, скажем так, которые вводят за ручку. И я думаю, что эти пиарщики не отличаются особой креативностью и повторяют все те же самые телодвижения, которые были сделаны с Василием. И даже с Белых в свое время, по сути, там, это же самый проект популяризации действующего губернатора. А это плохо, вот, что человек пошел сразу же по городу? Это плохо, что человек не принимает, вот, в данную секунду не принимает решение, что касается своего собственного пиар-продвижения. Если честно, это вызывает вопросы, потому что мой любимый премьер и мой один из самых уважаемых областных руководителей, господин Бакатин. То есть, это Кировская область, 85-87 год, когда не было, безусловно, таких пиар-служб, и никто не думал о будущих рейтингах. И социальных сетей не было, и телеграм-каналов не было. И человек непосредственно принимал подобные решения, то есть вызывал автомобиль в Волгу, к 6 утра садился в нее и пальцем тыкал на карте населенный пункт, куда он сегодня отправляется с контрольной проверкой. Приезжал в этот населенный пункт, выдрессировал там все местное руководство, созывал совещания леспромхозов, коровников и так далее. Слушайте, мне кажется, это все обросло легендами, Алексей. Вот я не верю, что тогда тоже там не предупреждали. Никто никого не предупреждали, и в этом была специфика и особенность эффективного управления этого руководителя. И за два года в Кировской области было построено столько объектов, сколько там за десятилетия на сегодняшний день в Кировской области не построено, не введено в эксплуатацию. Это говорит о том, что человек принимал взвешенные управленческие решения, он принимал их самостоятельно и работал в системе ручного управления. К сожалению, в нашем регионе невозможно выстроить эффективную, работоспособную автоматическую систему управления, когда каждый руководитель знает, какое решение ему принять. Каждый руководитель берет на себя ответственность, выполняет ту или иную задачу. У нас, к сожалению, уже десятки лет в Кировской области управляются ручным режимом управления. И это, к сожалению, плохо. Слушайте, ну а в таком случае, как же тогда в Рио губернатора, в Рио главы региона знакомиться с горожанами и с людьми? Ну, то есть, если вот он не будет никуда выходить, никуда ездить, то как? Как? До выборов сентябрьских, я напомню, там порядка, ну, пяти месяцев остается, да? Ну, все правильно, естественно. Поэтому я и говорю, что человек полностью доверился PR-службам, которые готовят непосредственно участие в избирательной кампании. И хорошо ли это или это плохо, ну, я не знаю, это человек пускай сам принимает за себя решение. Но я говорю о том, что это показательно и это бросается в глаза. То есть, если с точки зрения там жителя города Кирова рядового, это не бросается в глаза. С точки зрения человека, который занимается там политической деятельностью, участвует в политических процессах, это бросается в глаза. Не знаю, красиво это или некрасиво, хорошо или это плохо, увидим это в сентябре. Ну, вот смотрите, еще, Алексей, такой вопрос. Если говорить о пиаре, там, да, и о продвижении, мы видели на протяжении последних лет, наверное, да, что Игорь Васильев, когда говорил о достижениях областного правительства, очень часто брал, ну, например, тему социальных каких-то, да, ну, социальную тему. Понятно, что это людям всем интересно, это строительство школ, это больницы, это еще что-то, и дороги, да, вот это была история. Ну, мы видели, что там часто он хвалил Дмитрия Курдюмова, который отвечает за социальный блок. Будет ли сейчас Александр Васильев, Александр Соколов вести себя так же, либо же он как-то вот отодвинет немножко таких примелькавшихся кировских высоких чиновников? Безусловно, тема социальных объектов, социального строительства в Кировской области и во всей стране сейчас самая актуальна. Ну, самая актуальна. Вы прекрасно помните, какую роль занимала социалка во время ковид-пандемии, которая сейчас, непонятно, продолжается или остановлена. Но, тем не менее, то есть система развития здравоохранения, образования – это главные ключевые темы. Все остальные темы отходят уже на второй план. И поэтому, безусловно, акцент на социальной политике будет сделан Александром Соколовым. Это безусловно. А кто сейчас занимается социалкой в нашем регионе, непосредственно на местах, и кто этими процессами сейчас руководит? Тот же член Госсовета Курдюмов, с которым, безусловно, Соколов по быту работы в Госсовете знаком. Безусловно, он с ним знаком, поэтому я не думаю, что Курдюмов подвинется на своем чиновничьем кресле. Я думаю, что этот человек останется в команде Соколова, потому что без его управленческих знаний, без его прошедшего опыта управления социальными объектами, социальной службой, я думаю, что Соколову сейчас не обойтись. Интересный вопрос. Выборы вызывает вообще. На самом деле, действительно, пять месяцев до них осталось. Я, насколько понимаю, пока политические силы со своими кандидатами не определились. То есть вот направлен в Кировскую область, в Рио, и теперь, видимо, исходя из его фигуры, будут либо подбираться, либо не подбираться кандидаты от разных политических партий, которые будут претендовать на пост главы региона в сентябре. Вот насколько эти выборы будут реально конкурентными? Мы говорим с опасением, что в Рио, в Рио еще неизвестно, еще выборы должны пройти, еще люди должны проголосовать. То есть выборы будут показательными такими, ну вот, не знаю, дежурными, что называется, или будет реальная конкурентная борьба? Вы не забывайте, впереди летний сезон. Мертвый. С политической точки зрения. Нет, я не про это. Вы же знаете, какая ситуация сейчас в стране, что сейчас происходит в мире и в нашей стране. И что будет с экономикой и социальной сферой за этот летний период, толком не может предсказать и описать никто. Как поведет себя наша экономика, никто не может предсказать, поэтому что произойдет за этот летний период, никто не знает. И как отразиться на доходах жителей Кировской области этой ситуации, как отразиться на социальном обслуживании. Ведь это все перекладывается в политические рейтинги действующего там, либо в РИО губернатора, либо председателя правительства, кого угодно. То есть главный начальник за все отвечает. Но человека на главного начальника, кто сидит в сером доме, безусловно. И это все будет перекладываться на их политические рейтинги. Так вот, если ситуация будет углубляться, ухудшаться, социально-экономические показатели будут падать топором вниз, то, безусловно, это скажется на тех рейтингах и процентах действующего в РИО губернатора. И когда он пойдет на выборы, избиратель будет смотреть на других кандидатов. А способны ли другие кандидаты привнести лучше в эти социально-экономические показатели. И если ситуация будет падать топором вниз, то есть вероятность того, что и в РИО Александр Соколов может проиграть эти выборы. В зависимости от того, каких кандидатов выставят другие политические силы, политические партии. Так вот, выставят ли они реально конкурентных кандидатов или выборы будут дежурными? А я уверен, что выставят. Я уверен, что борьба будет конкурентная. Это не как в свое время там с Белых и с Васильевым, когда действующие в РИО занимали высокие проценты. Сейчас ситуация немножко иная. Но есть другая полка, другая сторона этой монеты. Если в РИО Александр Соколов покажет себя как толковым эффективным управленцем, который будет способен навести политические мосты между представителями всех политических партий, объединений, течений, группами влияний, олигархами местного разлива и так далее, то мы можем увидеть возросший и очень большой рейтинг. И это может сказаться на представителях других политических партий, которые выставят, скажем так, технических кандидатов в этой избирательной кампании. То есть поверят в РИО, поверят, что с ним можно вести диалог, поверят, что он может стать нейтральной стороной в политической жизни. Арбитром таким, да? Нейтральной стороной в политической жизни нашего региона. Что он эффективный управленец, эффективный менеджер, что при нем социально-экономическая ситуация в регионе будет не только стабилизирована, но и двигаться вперед. И поэтому все политические партии могут прийти к консенсусу, чтобы поддержать действующего регубернатора. Это нормальный процесс, абсолютно способный, переговорный. Я думаю, что и такая ситуация тоже может повториться. Если она повторится, в какие примерно сроки, либо не повторится, в какие примерно сроки мы будем понимать, за сколько времени до выбора? Ну, это точно будет до даты объявления выборов губернатора Кировской области. А это будет в июле месяце, если я не ошибаюсь. Но мы же знаем, что ситуация может поменяться кардинально, и каждый день ходят слухи о том, что вообще выборы губернаторов могут отменить по разным причинам. Или приостановить. Или приостановить, или перенести. Поэтому давайте пока не будем загадывать, дождемся, но хотя бы июня месяца, где хотя бы информация более-менее будет ясна и понятна. Хотела все-таки еще попросить вас поговорить про Игоря Васильева. Как-то вот ощущение у меня такое, что человек пять лет проработал, объявил о том, что уходит в отставку, и раз, и резко пропал. Ушел и не попрощался. Ушел и не попрощался. Такое было ощущение. И вот понятно, что критика тоже есть, но хотелось бы все-таки, наверное, не знаю, может быть, и добрые слова сказать. Нет? У меня выходные, просто я своим опытом поделюсь. Тут в выходные открывался туристический сезон в Кирове, и приезжал мой один знакомый, который занимается бизнесом в сфере туризма, и мы с ним встретились, и часик прогулялись по набережной, еще поговорили. И он мне сказал, ты знаешь, я приезжаю в Киров третий раз, и я могу тебе сказать, что Киров становится очень приятным городом, очень удобным для туристов, мне кажется, удобным для жизни. Причем, ну, вот это иногородний человек, который не живет здесь постоянно, да, он живет в Ижевске. Город, не сказать, что сильно отличается от Кирова, да, ну, побольше немножко. И вот это все, как бы, вот это его мнение о том, что город меняется в лучшую сторону, это последние годы. То есть это фактически вот при Игоре Владимировиче все происходило. Значит, город действительно меняется. Может, мы здесь изнутри просто не видим тех хороших изменений, которые произошли? Ну, опять же, это тоже субъективное мнение, не будем об этом забывать. Конечно, конечно, это частное мнение. И много-много всего, транспортные проблемы и так далее. Поэтому есть разные точки зрения. И поэтому говорить убежденно о том, что там руководство Игоря Васильевым Кировской областью как-то благоприятнейшим образом сказалось на нашем регионе, я бы так не стал. Это все-таки противоречивое управление. Все пять лет последовательно я и мои коллеги по разным политическим партиям целенаправленно и убежденно критиковали его деятельность на посту губернатора. Поэтому не знаю, если честно, чем отличился этот руководитель перед Кировской областью. Я убежден лишь в одном, что Игорь Васильев, будучи все-таки опытным управленцем, не будем забывать, что за плечами у него, безусловно, огромнейший бэкграунд управленческих должностей, поэтому, будучи опытным управленцем, он бы не должен забыть тех договоренностей, которых он достигал в московских коридорах для Кировской области. Вот скажем так, вот вы сейчас сказали, что он ушел и не попрощался. Так вот, хочется, чтобы он все-таки ушел с поста губернатора Кировской области, но те договоренности, которые еще не реализовались и которые были достигнуты в московских кабинетах, все-таки надо последовательно передать новому в Рио губернатора, новому правительству и все-таки довести их до конца. Ну, я, безусловно, убежден, что так оно и будет сделано. Но мы не видели пока Игорь Владимирович куда ушел, но он, правда, сказал, что продолжит работать на федеральном уровне, на благо Кировской области. Очень хочется в это верить, да, что Кировскую область человек не будет забывать и будет последовательно, скажем так, ей помогать. Про ситуацию в экономике мы уже сказали. Сложно, действительно, да, три месяца вот лихорадят экономику, да, даже четвертый, наверное, уже нет, три. Вот, и вот по ощущениям вашим начинает ли ситуация меняться? Есть ли у бизнеса какой-то, ну, я не знаю, просвет, да, свет, на который бизнес может идти, понимание какое-то, что будет лучше? Или наоборот, пока только закапываемся? Ну, если честно, в умах тех знакомых бизнесменов, с кем мне приходится общаться с моими товарищами, знакомыми, все, у всех примерно одно и то же настроение, что прямо сейчас в головах очень много идей, очень много проектов, все только и грезят об импортозамещении, какие ниши, какие сферы занять, что можно производить, на какое направление сделать акцент, какую технику купить и так далее. Где купить? Ну, то есть, да, как ее произвести, может быть, что-то какие-то вот трактора пытаются делать. Ну, то есть, много разных приятелей, которые только и думают об импортозамещении, и это очень здорово. И об открывшихся возможностях. Вот об этом и речь, что появилось много возможностей для того, чтобы реализовать свои собственные идеи, новые проекты, занять новые ниши. Это, безусловно, да. Но когда эти идеи начинают они обретать контуры, пытаются их реализовать на практике, сталкиваются с колоссальными проблемами. Первое. Нехватка банковского финансирования. С такими процентными ставками абсолютно ни один проект не будет реализован, не будет эффективен и уж точно не жизнеспособен и недолговечен. Второе. Те субсидии и поддержка государства, там, Кировской области, которые со всех федеральных телеканалов нисходят, нисходят с эфиров, что мы будем помогать, мы там привлекаем дополнительные миллиарды на то-то, то-то, то-то. В реале, на практике, не имеют никакого смысла, потому что те программы, которые сейчас заявлены, они не нацелены на то, чтобы создавать там импортозамещение, делать новое производство новых продуктов и так далее. То есть той поддержки, которая заявлена на федеральном уровне, она пока носит декларативный характер. Вот об этом и речь. Третье. Сталкиваются с колоссальными проблемами с точки зрения оборудования. То есть если мы хотим произвести что-то, нужно производить это на чем-то. В России станкостроение, приборостроение, оно настолько на примитивном уровне, или можно сказать там настолько на отстающем уровне, что невозможно на отечественных станках производить, вообще можно сказать, ни один из приборов, ни один из товаров. Потому что все, что мы говорим об импортозамещении, мы говорим о создании качественного товара, но на отечественном производстве, на отечественном станке это не сделать. Нужно покупать импортный станок. Какой покупать? Чешский нельзя, французский не вытащишь, немецкий втридорога, китайский в ширпотреб. И вот получается такая коллизия, что вроде все хотят что-то произвести, хотят создать импортозамещение, но прежде всего нужно начать это с останкостроения, с приборостроения. На тех базисных основах, на чем строится непосредственно любое производство. А это у нас в полузачаточном, либо в удручающем состоянии. Поэтому и вот у всех моих предпринимателей, знакомых, бизнесменов одна и та же ситуация. Проектов море, идей масса, а как их реализовывать, непонятно. Это как лиса и виноград, да? Вот так и есть. И поэтому... Ходишь, смотришь, вроде как вот оно, красивое, да? Можно его съесть, но не получается. Вот такое настроение, ну как мне кажется, в среде предпринимателей, и оно передается и всем остальным. То есть вроде как все можно, мы тут все готовы заместить, да мы самое лучшее, да нет ничего в нашей стране того, что мы не можем произвести. А оказывается, что... А на чем? А оказывается, что есть проблемы, как это произвести, как это продать, как это организовать логистические цепочки, куда это реализовывать. А просвет-то есть какой-то? То есть есть понимание у бизнеса, что этот вопрос, например, со станками, оборудованием, комплектующими, ингредиентами, если мы говорим про фарму, например, будет как-то решаться быстро? Не знаю. Все находятся в подвешенном состоянии. Безусловно, как все население нашей страны сейчас находится в подвешенном состоянии. Все в ожидании чего-то. В ожидании какой-то информации, какого-то конца, начала или так далее. Поэтому нельзя сказать уверенно, что у всех радужные перспективы и так далее. То есть даже я сталкиваюсь с колоссальными проблемами. Вот СДУРу оплатил польскому контрагенту деньги, большие деньги за светильники. И они у вас зависли? И они у меня зависли на границе. И стоят уже, по-моему, четвертую неделю стоят, и никто их не может привезти. И колоссальные проблемы на границе, и двойной экспорт, и импорт параллельный. Каких только там схематозов на границах не придумывают, но ничего не получается. А как предпринимателю, который будет создавать новое производство, вытащить немецкие станки, шведские, голландские? Ну никак. Все, то есть лавочка закрыта, по крайней мере, временно. И все находятся в подвешенном состоянии. Ну вот такое настроение. Точно не радужное. Не радужное. Но в ожидании чего-то хорошего. Как всегда. Надеждой человек живет. Алексей Кузьмин предприниматель в нашей студии. Предприниматели тоже живут надеждой. Больше, наверное, чем все остальные даже. Мы на рекламу сейчас убежим, через минуту вернемся. Предприниматели Алексей Кузьмин в нашей студии. Мы продолжаем говорить о городских проектах, нашумевших каких-то темах. Ну вот тема крематория последние две недели. Строительство крематория в Кирове не сходит, наверное, с информационных полос, не уходит из информационной повестки. 4 мая, по-моему, проводились общественные слушания в администрации города. Крематорий планируется построить на улице Луганской в районе, я так понимаю, что Леруа-Мерлен, Макси, вот где-то там, да. Обоснование, что там вроде как и так не очень благоприятная экологическая обстановка. В принципе, постараемся сделать так, чтобы людям хуже не стало. Вот. С одной стороны, с одной стороны, крематорий – это, наверное, действительно тот инфраструктурный объект, который в Кирове давно должен появиться, потому что услуга, я так понимаю, она есть. По сжиганию тел умерших отправляют либо в Нижний Новгород, либо еще куда-то. Стоит это достаточно больших денег, весомых. При этом есть проблема захоронений, мест для захоронения на кладбищах, если мы не говорим о сжигании тела. Ну вот. И при этом мы видим, что есть некие там, да, движения против строительства этого объекта. Я не знаю пока, как из этой истории можно выбраться. Ну, вы все правильно отметили. На сегодняшний день наши кладбища городские переполнены. Они уже официально не принимают тела усопших, а только лишь там с подселением, скажем так. Тоже Макарьевское кладбище, кладбище в Сашейнях и так далее. И сейчас люди вынуждены везти чуть ли не в Кирово-Чепецкий район, а в другие районы Кировской области. Это вызывает, естественно, трудности, неудобства для родственников. Надо же приезжать на могилы, прибирать, поминать и так далее. И это все вызывает большие вопросы и возмущение у жителей города Кирова. Это, безусловно, эта проблема будет нарастать с каждым годом, потому что количество усопших никуда не уменьшается. Статистика вещью прямо, и будет каждый год эта цифра либо быть одинаковая, либо в большую сторону. Но мы видим соотношение родившихся и умерших в Кировской области. Оно, к сожалению, перевешивает. К сожалению, негативное, да. Поэтому в этой ситуации строительство крематория, безусловно, нужно, важно. Но это очень важный социальный объект, который выполняет не только функцию по удешевлению ритуального погребения, но и функцию по, действительно, сокращению мест захоронений, живых захоронений. В смысле, живых земельных захоронений. Поэтому, безусловно, сам этот объект нужен. Никто не вызывает, никто не задает вопросы в нужности этого объекта. Да, зачем? Да, он нужен, он важен. Но мы столкнулись с такой проблемой, к нам обратились жители ближайших домов, которые находятся возле биохимзавода Леруа Мерлен и так далее. А там много жилых домов? Там вообще огромный жилой массив, который находится рядом с предполагаемым местом вот этого крематория. Это большой жилой массив, там вся Красная Горка, Менгелеева, Кольцова. Всё, я поняла. Это с другой стороны просто. Его не видно от Леруа Мерлен, но тем не менее он рядом. Тем не менее, он находится достаточно рядом. И, безусловно, когда будет процесс сжигания тела усопшего, то, безусловно, какие-то там вредные выбросы в воздух будут попадать. Это даже не обсуждается. Нет ни одной такой печи, как там утверждают создатели, что будет ноль выбросов, ноль выхода. Такого не может быть. Тем более, те печи, которые они ставят, как мне утверждают специалисты, которые монтировали чешские печи в Нижнем Новгороде, ну, это один из крупнейших крематорий в стране, в Нижнем Новгороде, куда, кстати, больше всего возят кировчан на сегодняшний день. Они сказали, что на тот момент печи чешские вот эти были самые современные, самые высокоэффективные, но и то они, естественно, не имели стопроцентного КПД. Ну, то есть, безусловно, есть фильтрация, есть система очистки и так далее, но стопроцентов никто добиться не может. И хочу просто для примера отметить, что те печи чешские, которые изначально были в проекты кировского крематория и которые сейчас стоят в Нижнем Новгороде, стоили порядка 500 миллионов рублей. А весь объект крематория, который строится, потенциально будет строиться якобы сейчас, в районе БХЗ, стоит 100 миллионов рублей. Подождите, то есть вы говорите, что там какое-то другое будет оборудование? Там будет китайское оборудование, как утверждают создатели и вот эти товарищи, кто якобы инвесторы этого проекта, они утверждают, что эти китайские печи лучше, чем эти чешские, эффективнее и так далее. Ну, просто вам для порядка цифр скажу, что чешские печи стоят 500 миллионов, а весь кировский объект стоит 100 миллионов. Все-таки можно предположить, что, скорее всего, не такая будет эффективность даже, чем у чешского проекта. В общем, опасения людей можно понять. Опасения людей можно понять. И я, безусловно, их в этом вопросе поддерживаю. Так вот, они обратились письменно, собрали подписи, обратились к нам с просьбой поднять этот вопрос на уровне правительства Кировской области, администрации города Кирова, компетентных органов на предмет того, получены ли все соглашения, результаты экспертиз, согласования и так далее. И с просьбой вынести на всеобщее, скажем так, обсуждение их несогласия со строительством этого крематория, чем мы сейчас и занимаемся. То есть мы написали все необходимые письма, отправили их и в правительство области, и в городскую администрацию. В Рио получил на стол эти письма и эти подписи. Сейчас мы готовим наше обращение в компетентные органы, потому что вызывают вопросы, если честно, другая ситуация. Не только согласование этого объекта, а, скажем так, есть вопросы по объекту, который находится через дорогу. Ну, просто вам для предыстории расскажу. Прямо сейчас, через дорогу, построено абсолютно под ключ здание, черно-белое, красивое, с туями у входа, с парадными входами. И, как мне сказали электромонтажники, с установленными, подключенными печами. То есть это другой участок, не тот, о котором идет речь. Да, я об этом и говорю, что через дорогу на другом земельном участке с назначением общественные склады и деловая застройка построено совершенно похоже на крематорий здание. И что за мутную схему придумали организаторы и владельцы и бенефициари этого объекта, я не знаю. Подождите, я вообще ничего не понимаю, Алексей. То есть общественные слушания о строительстве еще только идут, а здание уже построено, если это оно. Вот именно об этом у жителей, и именно по этому вопросу у жителей возникает вопрос. Мы сейчас проводим публичное слушание на строительство крематория на другом земельном участке через дорогу. А через дорогу уже стоит, но пока еще не введено в эксплуатацию, но полностью построено, подключено, заведены туда печи, все уже там, кабеля, все, что надо уже, все подключено и все готово к нажатию на кнопку. То есть можно съездить туда посмотреть, да? У нас есть фотографии, конечно, можно съездить посмотреть, и вы увидите, что здание в черно-белых тонах построено абсолютно выглядит как крематорий. И печи стоят для сжигания. Сжигание чего, пока неизвестно. И тем не менее, вот такие вещи вызывают банальные вопросы у жителей города Кирова, да и у депутатского корпуса Кировской городской думы. Вызывают вопросы, а не мутно ли какая-то схема с этими крематориями готовится в нашем городе? И не введен ли будет этот объект без необходимых согласований? И как будет это строиться? Поэтому те дельцы, которые задумали этот объект, пытаются с каким-то, как мне кажется, с каким-то наскоком, без документов ввести этот объект в эксплуатацию и как-то начинать на нем зарабатывать деньги. Поэтому наша позиция и позиция жильцов ближайших домов, безусловно, следующая. Мы не против этого крематория как объекта, но мы против строительства крематория в городской черте. Очень много земель вокруг нашего города, бесхозных земель, сельхоз назначения, которые можно перевести в промышленные земли и сделать там крематории. Они стоят копейки, эти земельные участки, там есть подобные уже инициативы, есть газовые трубы, по земельным участкам проходит газ, куча земельных участков. Пожалуйста, выбирайте этот земельный участок не в городской черте, не мешайте жителям юго-западного района города Кирова жить спокойно. Они и так там надышались и дышат каждый день соседними предприятиями, ТЭЦ и так далее. Чем угодно. Понятно, ну не знаю, меня только судьба уже построенного здания волнует. Я понимаю, что если это оно, то его-то уж точно не перенесут. Вот у нас как раз эти же самые вызывают вопросы. Что это за здание, для каких целей оно построено и для чего нужны те печи, которые установлены внутри? Алексей Кузьмин, у нас три минуты до конца эфира, даже две, наверное. Я хотела вас попросить еще про прогресс поговорить. Будущее, которое уже рядом, так называется, статья у наших коллег, бизнес, так, 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 портал свой Кировский. Сергей Улитин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для электрокаров в Кирове. Сегодня общественная палата в 14 часов. Общественная палата собирается на заседание. Круглый стол у них будет с владельцами электроавтомобилей по вопросу развития инфраструктуры для электротранспорта, электромобилей. Ну вот, видимо, тема назрела. То есть я не знаю, настолько, видимо, много уже машин, которые ездят на электричестве в Кирове, что надо круглый стол проводить. В том-то и дело, что машин, ездящих на электричестве в Кировской области, мягко говоря, немного. А сама тема электрификации автомобильного транспорта, она, безусловно, актуальна, очень востребована и в мировой повестке, ну и, наверное, в российской повестке. А сегодня она становится еще раз более востребованной, потому что автоваз перешел под контроль правительства города Москвы. И сегодня Собянин заявил, что будет производиться автомобиль «Москвич» на платформах автоваза, и в скором времени он станет электрифицированным. Так вот, появится у нас куча электромосквичей, и вдруг в Кировской области немассово хлынут. Тесла, видимо, «Москвича» — это очень забавно. Поэтому надо подготовить городскую инфраструктуру для этих электромосквичей. Ну это вот... То есть это назрело, да? Это потенциально будет скоро проблемой. Отсутствие заправок. Отсутствие электрозаправок — это будет проблемой, и поэтому подготовить наш регион к этому электробуму, я думаю, стоит. А будет он этот электробум? Да, я уверен, что будет, потому что... Но специалисты вообще говорят, что на электричестве ездить дешевле, чем ездить на бензиновых двигателях, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что вот нефть ведь наше богатство, и тут мы видим со всех сторон, что от нашей нефти все хотят отказаться. Это значит, что нефть будет оставаться у нас, и, наверное, будет дешевле, и бензин, наверное, будет дешевле. Ну, мы сейчас можем только предполагать, но то, что будет такая тенденция, и будет такой электробум, мне кажется, что рано или поздно и до нашей страны, и уж точно до нашего региона когда-нибудь докатится. В общем, самое время обсуждать инфраструктуру. Самое время сейчас это обсуждать, и самое время уже начинать, подготовлю эти инфраструктуры. Спасибо большое, Алексей Кузьмин, предприниматель. Мы особое мнение на этом заканчиваем, и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM